Если вы в течение ночи ворочаетесь, спите не очень хорошо, напряжение будет накапливаться, накапливаться до тех пор, пока не выльется в боль, сочетание растяжения и проминания прекрасно расслабит эту мышцу, как будто вы пытаетесь растопить большой кусок воска, у вас прямо под ладонью будет ощущаться движение, вы как будто бы даете этой мышце домашнее задание на ночь. Здравствуйте, друзья и коллеги, я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики, и сегодня мы поговорим с вами про этот регион, регион между лопаткой и позвоночником, место, где скапливается огромное количество боли. На самом деле за боль в этом регионе в подавляющем количестве случаев отвечают ромбовидные мышцы, их две, большая и малая. Сейчас на экране вы видите на 3D модели, как внутренний край лопатки соединяется с позвоночником через ромбовидные мышцы. Запомните направление волокон этой мышцы, потому что это понадобится нам в конце нашего ролика при самомассаже и упражнениях на эту мышцу. Мы часто используем её, когда на своём рабочем месте сидим опираясь на локти, и таким образом она принимает на себя всю нагрузку, связанную с положением тела, а она к этому не приспособлена на регулярной основе. А-а-а, я когда ем, часто на руку опираюсь, и туда же? Да, да. О, у меня болит. Следующая история связана с тем, что если мы сидим очень долго выпрямившись в такой искусственно перевыпряменной позе, она приходит в постоянное напряжение и как будто бы застывает в этом положении. Поэтому очень важно, когда вы сидите на вашем рабочем месте, регулярно менять положение и идеальным вариантом было бы, если бы вы периодически выполняли движения по разведению локтей. И третья история очень важная с дыханием. Дело в том, что этот регион чрезвычайно сильно связан с нашим психоэмоциональным состоянием. Если мы перестали дышать, ромбовидная мышца не будет работать, потому что она является одной из вспомогательных дыхательных мускулов. Соответственно, любые психоэмоциональные напряжения приводят к тому, что она перестаёт упражняться и таким образом застывает и начинает болеть. Туда же можно добавить, что если вы в течение ночи ворочаетесь, спите не очень хорошо, если напряжение предыдущего дня не сбрасывается в течение ночи, то эта мышца не имеет возможности нормально восстановиться и, следовательно, напряжение будет накапливаться, накапливаться до тех пор, пока не выльется в боль, а потом и в более серьёзные последствия. Помните, что большинство наших заболеваний – это заболевания образа жизни, поэтому если мы типа где-то что-то помяли, где-то что-то упражняли, но не поменяли то, как мы живём и как мы обходимся с нашим любимым единственным организмом, у нас в жизни глобально ничего не поменяется. Таким образом выгоднее не лечить последствия, а просто изменить свой образ жизни. Но опять же, если последствия нагнали вас, давайте разберёмся, что с ними делать. Во-первых, вам надо найти эту мышцу и понять, что она располагается наискосок вверх и промять её место прикрепления по лопатке. Хорошим результатом будет, если вы возьмёте локоть пациента и немножко поворащаете лопатку, как бы растягивая ромбовидную мышцу. Сочетание растяжения и проминания прекрасно расслабит эту мышцу и уберёт из неё поль. Вот здесь болит прямо, да? Ой-ой-ой. Это простые движения, когда мы просто надавливаем и делаем мягкие вращательные движения кончиками пальцев, не стремясь причинить человеку максимум боли, наоборот, находясь в контакте с такой глубокой и волокнистой мышцей, которая у нас находится под пальцами. Я вам, как всегда, показываю только самые простые техники, которые можно применять сразу непосредственно для себя. Напоминаю, что это лишь вершина айсберга, и у нас в курсах есть гораздо больше полезной информации по массажным движениям. Так, например, для работы с ромбовидной имеет огромное значение работа с большой ягодичной с противоположной стороны. Для того, чтобы узнать большее, приходите на наш бесплатный мастер-класс, ссылка в описании. Итак, первым движением было разминание ромбовидной мышцы, вторым движением было её растяжение, а третье движение – сдвигание её поперёк волокон. Это прекрасно освобождает ромбовидную мышцу от её сухожильного чехла и таким образом обеспечивает глубокое расслабление. Я сейчас работаю без масла, но я вам рекомендую нанести небольшое количество масла, и как будто вы пытаетесь растопить большой кусок воска под своими горячими ладонями, двигайтесь очень медленно и неспешно, наблюдайте за тем, насколько клиенту нравится, насколько ему приятно. Теперь я хочу показать вам техники для самопомощи и самомассажа. Для начала положите плоскую расслабленную руку на пространство между позвоночником и лопаткой. Это должно означать, что ваши пальчики предельно расслаблены, и площадь контакта между ладонью и плечом максимальная. Согните противоположную руку в локте и выполните отведение локтя несколько раз назад. У вас прямо под ладонью будет ощущаться движение, это и есть ваша ромбовидная мышца. Само по себе наблюдение за движениями ромбовидной мышцы будет чрезвычайно полезно для того, чтобы она расслабилась. Вы как будто бы даёте этой мышце домашнее задание на ночь. Хорошим также действием будет её промять пальчиками. Здесь вы можете попробовать нащупать эту мышцу и поискать в ней болезненные места. Также вы можете попробовать её захватить и подвигать её в ту или в другую сторону, это также ей понравится. Очень важная история, чтобы вы искали приятные ощущения внутри своего тела, потому что если тело соглашается на то, что вы делаете, скорее всего, для вас это будет на пользу. Интересненько? На самом деле этот регион шейно-оротниковый, это сокровищница вашего здоровья. Здесь скрыто огромное количество энергии, хорошего настроения и, к сожалению, огромное количество боли для людей, которые в 40 лет полагают, что они уже разваливаются на кусочки. И у меня как раз есть работающая технология, которая позволит вам разобраться в том, как эта штука работает, разобраться, где ваши личные проблемы и получить простые инструкции, как, выполняя минимальное количество упражнений и потрогивания своей спины, вообще избавиться навсегда от боли в шее и чувствовать себя прекрасно. Переходите по ссылочке в описании, курс, который называется «Шея». Я искренне надеюсь на то, что вы повторяли все мои движения вместе со мной, и это привело вашего клиента или вас к облегчению. Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматите и одноимённого YouTube-канала, где мы вместе с вами разбираемся в том, как работает тело, разбираемся в том, какие у нас есть проблемы и как их решать, а главное, создаём прекрасное сообщество, где циркулирует информация и энергия, любви к человечеству и помощи себе. До новых встреч, друзья, до свидания.